В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Учащиеся седьмой школы встретили серебряным призером Олимпийских игр Иваном Гиревым в рамках акции «Поделись своими знаниями». Много советов. Не опускать руки и идти дальше к своей цели. Шесть тяжелоатлетов Видновского клуба «Богатырь» заняли призовые места на всероссийском турнире «Золотые купола». В принципе, доволен. Выиграл первое место плюс абсолютку на «Золотых куполах». В Центре культуры «Мечта» отметили День шарлотки и осенних пирогов. Это блюдо у нас очень давно. Это, наверное, из моего детства еще. Накануне Дня города и округа депутат Владислав Рымша встретился со старшими по домам своего избирательного округа, чтобы поздравить с праздником и поблагодарить за продуктивную и слаженную работу по улучшению качества жизни людей. Создание Советов домов было одной из приоритетных задач предвыборной кампании народного избранника. На участке Владислава Рымша более 20 многоэтажек. На сегодняшний день в 10 из них удалось организовать институт старших. На встречах с жителями мы неоднократно просили, чтобы жители дома выбрали себе старшего по дому для решения тех или иных вопросов. На самом деле ситуация со старшими по домам для меня лично – это мои помощники, по сути, получается, потому что без них вряд ли бы получилось решить много разных вопросов, в том числе и по густой территории, и текущего ремонта домов, ну и строительства детских площадок. Жители отмечают, с появлением Советов домов взаимодействие с властью действительно улучшилось. Старшими, как правило, выбирают старожил, людей активных и коммуникабельных. На их плечах большая ответственность. И от того, с каким депутатом приходится находиться в непосредственном контакте, зависит результат. Работой Владислава Рымши люди довольны. Он очень отзывчивый. Все вопросы мы решаем с ним на 100%. Если мы с чем-то касаемся, мы всегда, всегда он к нам относится с пониманием. Вопросы какие-нибудь решать, мы звоним, он откликается, не отворачивается от нас. Ну, побольше таких будет, конечно, депутатов. Мы очень довольны его работой. Награждение старших по домам депутат провел впервые. В будущем надеется сделать такие встречи традиции и каждый год отмечает своих лучших помощников. Всероссийская акция «Поделись своими знаниями» продолжается. На этот раз школьники встретились с серебряным призером Олимпийских игр Иваном Гиревым, который поделился с ребятами воспоминаниями о поездке в Токио и ответил на личные вопросы. Подробнее в репортаже Юлий Пагасьян. Третий год в России реализуется проект «Поделись своими знаниями». На встречи со школьниками приглашают опытных специалистов разных профилей. Людей, которым есть что рассказать молодежи, послужить примером. Ученики Ленинского городского округа уже успели познакомиться с мотобольной командой «Металлург», а на днях учащиеся седьмой школы сходили в бассейн «Дельфин», где пообщались с прославленным пловцом Иваном Гиревым. Много всего интересного на самом-то деле, много советов. Не опускать руки и идти дальше к своей цели в любом направлении, не только в спорте. А как идти к цели, Иван Гирев знает наверняка. В свои 22 года молодой человек, уже заслуженный мастер спорта России, обладатель Ордена за заслуги перед Отечеством и серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Сегодня он подопечный оздоровительного центра «Дельфин», руководство которого прикладывает все усилия, чтобы помочь Ивану в будущем взять золото. Ребята очень смешленые. Они так сначала стеснялись, но потом уже в ходе разговоров раскрылись. Они вообще любой шаг сделают в сторону спорта. Неважно, плавание это или не плавание. Это им большой респект, уважение. Они реально молодцы. И я даже немного рад тому, что, возможно, я на них как-то повлиял и как-то на их вопросы ответил внутренне. Интересовали ребята сугубо личные вопросы, много спрашивали про детство, успеваемость в школе, про музыкальные предпочтения, хобби и даже про компьютерные игры. На самом деле очень понравилось. Человек очень открытый, отзывчивый. Мне понравилось с ним общаться. Все было супер и интересно. Мне показалось, что он очень добрым человеком, очень веселым. Я запомнила один совет, что перед соревнованиями не надо думать о плохом, только о хорошем. А вы спортом каким-нибудь занимаетесь? Ну, я ходила на бассейн от школы. А так дома тренируюсь и все. Действительно, многие из ребят и сами занимаются плаванием. Ведь их школа напрямую связана с бассейном «Дельфин». И кто знает, может, такие знакомства вдохновят учеников на новые олимпийские достижения. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. С 8 по 11 сентября во Владимире проходил всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Золотые купола». Шесть спортсменов видновского клуба «Богатырь» заняли на соревнованиях призовые места. Наша съемочная группа встретилась с победителями Натальей Щеголевой и Сергеем Ермаковым. Видновские тяжелоатлеты – постоянные участники престижного всероссийского турнира «Золотые купола». В этом году показывает свои силы во Владимир, где проходили соревнования. В составе сборной Московской области отправились 10 спортсменов клуба «Богатырь». Мы практически на каждый ездим. С 1998 года 24 турнира мы посещали. Всегда отличное проведение. Много спортсменов со всей России. То есть такая мини-чемпионат России, можно сказать. Очень интересное соревнование. Наши спортсмены достойно представили в составе сборной команды Московской области «Город Виднов». Вернулись заслуженными трофеями. Шесть видновских спортсменов стали призерами турнира. Первые места заняли Михаил Романов, Ирина Фурдик, Сергей Ермаков, Наталья Щеголева. Молодцы, поборолись. Все достойно выступали, боролись. Лето все оттренировались, несмотря на то, что жарко было. Потерпели, поготовились. Вот результат. Наталья Щеголева в тяжелоатлетике 12 лет. Сейчас в ее копилке целая коллекция наград с чемпионатов России и Европы. И почетное звание мастер спорта. Мы все лето почти не тренировались. Ну, наверное, только начали недавно, в августе. Ну, я не в форме. Там никого не было, в принципе, соперников. И мне хватило того, что я сейчас имею. Какой вес подняли? 70 килограмм в рывке и 90 точек. Ну, я выступил по одному подходу, и все больше не стали. Сергей Ермаков на турнире поднял вес в сумме 300 килограмм. Немного не добрал в рывке. Спортсмен признается, что не был готов морально. Чуть-чуть не доработал по весу. Буквально 55 килограмм не брал. То, что желали с тренером, с Алексеем. А так, в принципе, доволен. Выиграл первое место плюс абсолютку на золотых куполах. Впереди у штангистов каждодневные тренировки и подготовка к следующим соревнованиям. В октябре 20 тяжелоатлетов в разной возрастной категории поедут на кубок Московской области, который пройдет в Люберцах. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Весело и вкусно, ароматно и аппетитно. В Центре культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» отметили День шарлотки и осенних пирогов. Наша съемочная группа побывала на празднике и попробовала угощение. Пироги и блины, штрудели и разнообразные лакомства. Ежегодно в сентябре отмечается один из самых вкусных праздников – День шарлотки и осенних пирогов. Отпраздновать его решили в Центре культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта», что в поселке Дубровский. Сегодня наши участницы из активного долголетия приходят не с пустыми руками, а с какими-нибудь угощениями, с пирогами. И должны будут рассказать, как они приготовили. Рецептов оказалось великое множество. И пусть говорят, что шарлотка с яблоками – красотка. На самом деле у этого пирога начинка может быть практически любой. И опытные хозяйки часто добавляют в него то, что есть под рукой. У нас сейчас лима падает, и яблоки взрослые. Это бахтанинная такая стоит. Елена Зюзина пришла на праздник со своим фирменным пирогом-манником, который печется на манной крупе. Многие из гостей попробовали его впервые. Для женщины же это одно из самых любимых лакомств. Это блюдо у нас очень давно, и там, наверное, из моего детства еще идет. От мамы, от бабушки. И я как-то про него тоже вспомнила. И стали готовить. У меня, в принципе, внуки-двойняшки, они, можно сказать, выросли на этом ваннике. Туда можно орехи добавлять, любые сухофрукты. Все, какая фантазия у вас есть, можно туда добавлять. Стол буквально ломился от ароматных и аппетитных блюд. Их, кстати, не только сладких. Надежда Веселицкая принесла пирожки только с пылу с жару. Равнодушным не остался никто. Пирожки готовятся недолго. Тесто, правда, готовится где-то около часа. По бабушкиному рецепту, дрожжевое тесто. Пирожки с капустой. День шарлотки и осенних пирогов получился душевным и уютным. Вдоволь полакомившись и наговорившись, участницы праздника с удовольствием пели и не менее азартно танцевали. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.